Транспорт и логистика во многом определяет будущее развития как государства, так и региона в целом. В эту минуту контейнеры с различными грузами перемещаются в сотнях направлений, и у всех одна задача – доставить товар в определенную точку. Транспортные коридоры – костяк для ведения международной торговли. Азербайджан своевременно определил важность создания логистических узлов на своей территории. Страна стала единственной в мире участницей сразу двух транспортных коридоров – Восток-Запад и Север-Юг. Баку активно поддерживает проект «Шелкового пути» и выступает одним из ключевых игроков инициативы «Один пояс – один путь». Президент Ильхамалиев поручил правительству выполнить комплекс мероприятий для увеличения объема грузоперевозок. Объем транзитных грузов за пять месяцев 2022 года увеличился примерно на 30%. Заметный рост объема грузоперевозок наблюдался по транскаспийскому маршруту или, как его еще принято называть, срединному коридору. Если за пять месяцев 2021 года отсюда проходило чуть больше 7 тысяч контейнеров, то уже за январь-май текущего года было зарегистрировано контейнеров объемом 12 020-футовых эквивалентов. Согласно информации ADE-контейнер, это рост почти на 40%. Между тем, объем транзитных контейнерных перевозок через территорию Азербайджана составил 60%. Необходимость диверсификации традиционных маршрутов грузоперевозок дала о себе знать в марте 2021 года. Тогда теплоход «Зе Эвергивен», следовавший из Китая в Нидерланды, сел на мель из-за песчаной бури и плохих погодных условий в стране. По данным лондонского журнала новостей судоходства Lloyd's List, каждый день в западном направлении через канал поставляются товары на 5 миллиардов 100 миллионов долларов, в восточном – на 4 миллиарда 600 миллионов долларов. То есть день блокировки канала обходится в минимум 9 миллиардов 600 миллионов долларов. Удаление застрявшего песка в носовой части корабля заняло несколько дней. В очередь же собралось почти 400 судов, а также возникли перебои в отгрузке сырой нефти и СПГ. Остро встал вопрос о вовлечении альтернативного маршрута. Позднее война между Россией и Украиной стала причиной переориентации транспортных потоков, которые проходили через территории страны Российской Федерации и Беларуси по направлению Китай-Европа. Санкции не коснулись запрета на перевозки через Россию. Тем не менее, многие транспортные компании ушли с российского рынка. С другой стороны, ЕС ввел санкции в отношении 70% российских банков. Возникли сложности с осуществлением платежей за перевозки, так как большинство банков России отключены от международной системы платежей. В этой связи северное направление оказалось частично отрезанным от транспортных маршрутов и, внимание, перенаправилось на юг. Исходя из этих реалий, будут корректироваться те планы, которые были 5 лет тому назад. И Азербайджан, не только Азербайджан, но и Грузия, дальше Турция, будут вести работы по увеличению пропускной способности. Исходя из новых реалий, увеличивать среднесречное, с долгосрочной перспективы систематично инвестировать, потому что это немаленькие инвестиции, и это командная работа. Это и Центральная Азия, и Кавказ, и дальше в сторону Турции, если мы говорим о Восток-Западе. Транспортно-логистическая система Азербайджана обладает соответствующей инфраструктурой для обеспечения мультимодальных перевозок. В связи с ростом грузопотока по коридору Восток-Запад значительно возрастает привлекательность и устойчивость Бакинского порта как логистического узла. Если сравнить количество контейнеров, перевезенных через порт в 2018 и 2021 годах, то наблюдается динамика роста более чем в два раза. Между тем, объем груза, перенаправленного через порт в Аляте, за первое полугодие текущего года превысил 3 142 000 тонн. Рост почти на 5%. За шесть месяцев 2022 года через Бакинский морской порт было перевалено 27 844 20-футовых эквивалентных единиц груза. Показатели за аналогичный период прошлого года составляли 21 124. Так, объем переваленных грузов возрос почти на 32%. Спрос растет, а значит, отмечают аналитики, вскоре порт Алят будет использоваться не только для переправки грузов, но и в качестве производственной сферы. Такие возможности откроются в рамках второй фазы строительства, когда объем грузоапорота будет доведен до 25 миллион тонн и 500 тысяч контейнеров. Между тем, порт выступает драйвером для развития свободной экономической зоны в Аляте. Чем увеличивается грузопоток, тем и увеличивается значение, как Аляте, так и в свободной экономической зоне, потому что это будет в будущем, некоторые продукты, некоторые, скажем, заводы и будут функционировать там, что даст дополнительную выгоду Азербайджану. Все это хорошая основа для превращения региона Каспийского моря в крупный международный транспортный узел с развитой инфраструктурой. В этом смысле проект «Север-Юг» дает возможность Азербайджану усилить свои экономические позиции. Роль страны-транзитера открывает путь к тому, чтобы государство было в меньшей степени экспортером углеводородов и в большей степени экономикой, встроенной в растущие торговые взаимоотношения евразийских континентальных стран. Сейчас Россия активно, российские власти стали уделять значительно больше внимания этому коридору и рассчитывают, что смогут какую-то часть своих маршрутов, поставок, товаров переориентировать именно на коридор Север-Юг. В настоящее время руководство нашей страны уделяет этому большое внимание, поэтому здесь можно обратить внимание на недавно прошедший шестой Каспийский саммит, где без исключения все главы Прикаспийских государств отметили необходимость форсированного развития транспортного сотрудничества в регионе в различных направлениях, как восток-запад, так и север-юг. Здесь, конечно, в выгручном положении, можно сказать, находится Азербайджан. В отчете Европейского банка развития о работе МТК «Север-Юг» указывалось, что Азербайджан занимает лидирующие позиции как по качеству транспортной инфраструктурой, так и по объемам торговли в процентах от ВВП среди стран-участниц проекта. В настоящее время север-юг обслуживает преимущественно российско-азербайджанские транспортно-экономические связи, что составляет более 90% от объемов международных перевозок грузов по коридору. Вместе с тем вырос спрос на поставки из самого быстрорастущего региона в мире – Юго-Восточной Азии в Европу. Коридор Восток-Запад, прилегающий через территорию Азербайджана, превращает страну в один из важных звеньев большого транспортного проекта. Не случайно внимание к Каспию повысилось у Пекина. С учетом того, что товароборот со странами Евросоюза у Китая ежегодно растет, и в следующем году он может превысить 1 триллион долларов, необходимы новые транзитные пути. Ведь перевозки через Суэцкий канал и Малакский пролив недешевы и зависят от отношений с Соединенными Штатами Америки, которые становятся для Пекина все более сложными. Положение на Черном море в связи с конфликтом между Россией и Украиной, оно нестабильно, оно просто опасно. Вот транзитные пути через Россию и Европу, так сказать, отказываются. Там есть падение транзитного, действуют санкции. То, естественно, что значение вот этого обходного маршрута, оно возрастает. И вообще как бы возрастает значение вот этого южного направления в свете китайских усилий по реализации инициативы «Один поезд, один поезд». В первые половины этого года количество грузовых поездов по маршруту Китай-Европа, проходящих через Азербайджан, превысило 70. Это на 50% больше по сравнению с прошлым годом. Кроме того, были запущены 10 новых линий из Сианя, Чунциня, Чэнду и других городов. Ожидается, что объем перевозок существенно возрастет в течение года и достигнет новых рекордов. На протяжении 30-летнего сотрудничества Поднебесная и Азербайджан достигли сотрудничества в таких областях, как разведка и разработка нефтегазовых месторождений, строительство промышленных парков информации «Связь», новые источники энергии в других сферах. Объем двусторонней торговли между странами демонстрирует устойчивый рост, преодолев отметку 2 миллиарда долларов США. В первой половине этого года двусторонняя торговля, вопреки тенденциям, усилилась и составила 960 миллионов долларов США, что на 16,7% выше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. К тому же Азербайджан находился в ряду тех, кто первым откликнулся и активно поддержал инициативу «Один пояс, один путь». Даже в период эпидемии объем торговли товарами между Китаем и странами, расположенными вдоль «Один пояс, один путь» продолжал ставить новые рекорды. В 2021 году он составил 11 триллионов 600 миллиардов юаней, увеличившись на 23,6% по сравнению с предыдущим годом. По состоянию на июль 2022 года задействованы 82 грузовых поезда, соединяющих Китай со 195 городами 24 стран Европы. Общее количество рейсов превысило 50 тысяч. Согласно исследовательскому отчету Всемирного банка, инициатива «Один пояс, один путь» повысит объемы торговли стран-участниц с 2,8% до 9,7%, мировой торговли с 1,7% до 6,2%, а глобальный доход с 0,7% до 2,9%. Существенной деталью огромного пазла является Баку-Тбилиси-Кар с протяженностью 826 километров. Он играет важную роль в развитии транспортного коридора Европа-Кавказ-Азия. Какое значение приобретает на данный момент Баку-Тбилиси-Карс в деле перевозок по Европе-Кавказ-Азию в свете того, что сейчас многие компании отказываются перевозить грузы по территории России? Проект Баку-Тбилиси-Карс на сегодняшний день, с учетом всей сложившейся ситуации вокруг того, что грузоперевозки по северным маршрутам сейчас не осуществляются, он приобретает особо актуальное значение. Стоит также сказать, что изначально, начиная проект Баку-Тбилиси-Карс, у западных некоторых стран наших партнеров были некие сомнения, они даже в открытую высказывались, что для чего нужен этот проект, если есть определенные наземные маршруты, которые уже связывают Европу с Азией. Но, как мы видим, этот проект с самого начала доказал свою жизнеспособность, жизнедеятельность. Узкие горлышки. Как решается это? Где они находятся? И какие шаги принимаются для того, чтобы расширить пропускную способность? Есть объективные, есть субъективные факторы. В качестве объективного фактора это природные условия, прежде всего то, что на нашем маршруте он мультимодальный, коридор трассека, то есть в нашем коридоре используется как железнодорожный транспорт, так и порты задействованы, так и морское плечо, то есть морской транспорт, автомобильный транспорт. Поэтому это все требует определенной интеграции, как и физической инфраструктуры, так и институциональной интеграции стран-коридора, потому что приходится унифицировать или где-то сглаживать углы по вопросам законодательства стран. Они могут быть различными, потому что если взять, например, стран Центральной Азии, часть из них являются участниками Евразийского соглашения экономического, таможенного союза. Азербайджан больше интегрируется, Азербайджан совместно с Грузией интегрируется в европейские, например, таможенные системы, есть такая новая компьютеризированная таможенная система, НСТС, которая подключается в Азербайджан, Грузию и Турцию. Законодательные вопросы — это один блок. Второй блок, ну, если возьмем наш Каспий, одно из неспокойных морей в мире, с самой сложной навигацией, поэтому иногда бывает такая ситуация возникает, когда сложные погодные условия, и просто из-за того, что ветра на Каспии, приходится, скажем так, кораблям ожидать на рейде, для того, чтобы зайти в порт или выйти, соответственно, из порта. Есть вопросы разной ширины колеи на железнодорожных участках, допустим, в Азербайджане, в Грузии и вообще, в принципе, на всем постсоветском пространстве используется более ширококолейная железная дорога, а в Турции она уже становится узкоколейной. Поэтому там приходится менять колесную базу транспортных средств, если мы говорим о железной дороге, и это сопряжено с определенными ожиданиями, с определенным временем. Пандемия тоже внесла свои, скажем так, коррективы, ввиду того, что были жесткие условия по проверкам водителей, грузов, это все было сопряжено с большими очередями, ожиданиями на границах. Для этого тоже принимаются определенные меры, например, мы сейчас предлагаем всем странам коридоры применять и постараться применить систему электронных очередей. В то же время со стороны Азербайджанской республики при содействии Министерства цифрового развития транспорта создан оперативный штаб, единый оперативный штаб по транзитным грузоперевозкам, который как раз-таки занимается изучением этих узких мест. Мониторинг происходит на ежедневной основе всех приграничных пунктов пропуска, в порту, то есть идет оценка, скажем так, эффективности затраченного времени на ту или иную операцию. Это все мониторится, это все записывается, это все предоставляется в штаб и далее принимаются меры по тому, чтобы оптимизировать эти все, скажем так, моменты. Если в первые годы объем грузоперевозок по БТК мог составить 7-8 тысяч контейнеров, то к концу 2021 года удалось его нарастить вплоть до 40 тысяч контейнеров. На основе исследований, проводимых Цареса и Трасика, предполагается, что при равных условиях грузоперевозки увеличатся до 700 тысяч контейнеров к 2030 году. Этот и другие факторы позволяют взглянуть на серединный коридор под другим углом. Ограниченный интерес инвестиций и низкая пропускная способность до сегодняшнего дня были обусловлены стабильной работой традиционных маршрутов. Однако при повышении спроса к альтернативному пути поставок страны стали активнее работать над улучшением инфраструктур маршрута и облегчением многих таможенных процессов. Ведутся переговоры про оптимизацию документа оборота, ведутся переговоры по привлекательности маршрута. И после ситуации, после 24 февраля, транскаспийский международный маршрут становится в приоритете, так как он считается единственным соединением между Европой и Азией. Тарифная политика, она всегда будет как-то подниматься, эта тема на повестку, и будет корректироваться в зависимости от ситуации. Насколько порток увеличивается. Развитие транскаспийского коридора выгодно как для Южного Кавказа, так и для Центральной Азии. Это реализация транзитного потенциала и ускорение экономического роста. Дополнительным импульсом послужит открытие Зенгизурского коридора. Он поможет не только снизить нагрузку на существующий маршруту, но и увеличить пропускную способность, особенно в направлении Турции и Центральной Азии. Так появится возможность для выхода Азербайджана из стран Центральной Азии на южные порты Турции, такие как Мерси. Путь длиной 43 километра соединит Азербайджан и Турцию посредством Зенгизурского коридора. Причем основную часть Азербайджана с Нахчеванской автономной республикой свяжет не только железная дорога, но и автомагистрали. Автомобильная дорога городец Джабраил-Зенгилан-Ахбент станет альтернативой для расширения груза и пассажироперевозок. Президент Азербайджана Эльхам Алиев отмечал, что строительство азербайджанской части железной дороги в рамках Зенгизурского коридора будет завершено в 2023 году. Свыше 123 километров автомобильная дорога обеспечит удобный и короткий маршрут. Уменьшая затраты на транспортировку, это все также положительно сказано, потому что ввиду нынешних условий и увеличения транспортных потоков наибольшее количество альтернатив при передвижении груза оно только способствует улучшению качества и количества перевозок. При открытии этого коридора срок доставки уменьшается от 3 до 7 дней. До конечного пункта, что играет очень большую роль в логистических условиях. Железнодорожный транспорт, на долю которого выпадает основной объем грузовых перевозок, нуждается в подъездных путях. Автомобили более эффективны для перевозок скоропортящихся и срочных грузов не только на короткие, но и на дальние расстояния. В данном контексте мост через реку Астарачай между Ираном и Азербайджаном способствует росту грузопотока. Его интеграция в МТК «Север-Юг» и создание евразийской магистрали и евразийской транспортной сети станет толчком для включения регионального рынка в транзит. Эта интеграция будет способствовать росту транспортного потока, в том числе грузового транспорта. На фоне геополитической ситуации в регионе происходит переориентация транспортных маршрутов. ЕС не принимает российские суда в своих портах. Китай не может быть уверен в сохранности и своевременной доставке товаров по традиционным коридорам. В этом плане значимость серединного коридора возрастает. Ровным счетом, как и инициатива, пояс и путь. Реализация Зенгизурского коридора выгодна и китайским грузоотправителям. Он в сочетании с транскаспийским международным транспортным маршрутом повышает роль Азербайджана в качестве кратчайшего маршрута в западном направлении. Фундаментом для участия Азербайджана в международных транспортных проектах послужили как железная дорога Баку-Дбилисикарск, так и бакинский международный морской торговый порт. Они повысили статус страны для транспортных территорий, протянувшихся с востока на запад и с севера на юг. В нынешних реалиях, обладающие развитой инфраструктурой Баку, готов использовать эти возможности для усиления роли страны в качестве транспортного узла. Редактор субтитров А.Семкин